Всех приветствую! В данном видео разберем, как работает хук useRef. Для того, чтобы стартовать работу с этим хуком, мы должны его первоначально заимпортировать. Я напишу здесь useRef. И для того, чтобы использовать, мы просто создаем переменные, с которыми мы работаем. У меня будет называться nameRef, phoneRef и agriRef. То есть в эти переменные мы записываем наш сам useRef, вызываем, и таким образом мы создаем первый ref. Таких ref у нас будет три. Давайте я создам. Второй у меня будет phoneRef, и третий у меня будет agriRef. Что теперь мы делаем? Мы можем здесь заимпортировать useEffect, чтобы посмотреть, что мы получили. Но первоначально нам нужно вот сюда передать наш ref, указать здесь ref, и нашу переменную сюда поставить. То есть мы передаем переменную сюда и сюда. Тут будет у нас переменная передана phoneRef, а здесь agriRef. Теперь мы используем hook useEffect. Здесь ничего сложного нет. Просто мы, по сути, вызываем useEffect и внутрь передаем какую-то функцию, с которой мы работаем. Эта функция, она нам на этапе монтирования просто в консоль будет выводить тот hook useRef, с которым мы работаем. Смотрите, я сюда выведу name. И второе, что я выведу, чтобы мы посмотрели, что такое current. Теперь смотрите, я сохраню, что мы получаем. У нас в консоли должно отобразиться. Давайте я еще раз обновлю. Вот, первое мы получаем current. Current это вот этот вот console.log. И второе это... Точнее, не current, верхний у нас обычный объект. То есть, здесь имеется в виду, что объект у нас имеет current, значение, свойство, которому мы достукиваемся и после чего мы его используем. Вот, current является нашим текущим элементом, с которым мы работаем. И теперь мы можем к нему какие-то свойства уже применять, которые здесь у нас есть. Это методы, да, все, что здесь абсолютно находится, можем использовать. Что для этого мы делаем? Первоначально давайте я, наверное, здесь... Мы вообще все здесь сделаем. Я через онклик просто сюда передам какую-то функцию, которая будет что-то делать. Первая функция у нас будет делать следующее. Мы берем вот этот вот nameRef и говорим, что мы работаем с нашим ключом current. И дальше указываем, что мы здесь делаем какой-то, допустим, фокус. То есть мы при нажатии на первый вот этот nameRef мы указываем, что у нас фокус будет здесь. Вот мы получили наш функционал. Следующее, что мы рассмотрим, тоже передам сюда onClick во второй button. И здесь мы используем немножко другое. Здесь что мы можем сделать? Мы можем удалить вот этот вот фокус. Я скажу, что это будет style.background. И просто сюда передам цвет, допустим, red. Теперь смотрите, нажимая сюда, у меня стилизуется мой RF. То есть у меня одновременно будет работать и фокус, и стилизуется, при том, когда я нажимаю сюда. Я это, кстати, давайте передам для фон, чтобы было понятно, что мы с фон работаем. И смотрите, нажимаю на фон, нажимаю на nameRef. Все отрабатывает. И еще что можем разобрать, это check it. Давайте рассмотрим check it. Check it, то есть мы можем, не нажимая сюда, делать check it. А допустим, я просто передам вот сюда кнопку. Укажу, что я работаю с ref, который называется agreeRef. И скажу, что здесь у нас будет check it, который будет равен, это я забыл удалить, будет равен true. И смотрите, я нажимаю сюда, у меня здесь становится true. Вот таким образом мы работаем с ref. Как видите, ничего сложного нет, просто нужно немножко вникнуть в это все, потому что, по сути, мы первоначально создаем сам наш useRef, та переменную, которую мы используем. Затем мы ее привязываем при помощи атрибута ref к какому-то элементу. И мы к нему уже можем достукиваться путем вот этого вот свойства current. И в current у нас, если вы заметите, как я уже показывал, хранятся все методы, да, свойства, с которыми мы работаем. Их тут довольно много, все не пересмотреть. То есть тут нужно просто проклацать, можете в гугле себе вбить, что означает onSelect, что на это, допустим, означает любое из этих свойств или методов вы можете использовать. Это доступно в useRef. На этом все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк и не забывайте подписаться на мой канал. Всем пока!